На Кубани зима имеет нетипичный для всей России характер. Практически всю зиму можно найти водоем с открытой водой, на котором можно успешно ловить нахлостом. Иногда под воздействием холодного фронта водоем исковывает льдом, но после непродолжительного времени они оттаивают и на хлостовику можно снова приступить к любимому делу. В зимнее время поведение хищных рыб отличается от поведения в теплое время года. В холодное время года хищники кормятся в определенные часы и на их активность влияет много природных факторов. Как правило, зимой время активности рыбы смещается ближе к полуденным часам, когда температура воздуха поднимается. Сегодня мы разберем поведение судака, которого мы будем ловить на одном из затонов реки Кубань в конце декабря. Сейчас утро в районе восьми часов утра. Сегодня ночью до полуночи был заморозок, то есть на почте это минус 4 минус 5 было, все перемерзло, земля мерзлая, кое-где закраины остались, но ближе к утру поменялся циклон, сейчас плюсовая температура, облачно, идеальная погода для ловли судака. Этот водоем граничит с рекой Кубань, соединяет с протокой и этот водоем является нерестилищем, то есть здесь судак нерестится и зимой, поздней осенью он сюда заходит в большом количестве, здесь зимует и благополучно весной нерестится. Поэтому место идеальное для ловли, сейчас воды мало и рыба активно выходит в береговую зону, то есть периодически даже видны на поверхности разбегающиеся мальки, когда судак кормится, то есть рыба здесь есть, ее достаточно, и вот сейчас самое важное дождаться активности, то есть выхода рыбы и поймать. Сейчас утро, буквально у нас есть несколько часов для ловли, для продуктивной ловли, потому что ближе к обеду судак будет неактивен, поэтому сейчас нужно использовать все время максимально полезно, облавливая точки, ну а в обед уже можно будет поискать другие места, какие-то бровки, выхода в береговую зону, для того, чтобы вечером продолжить ловлю в других местах, если вдруг на этом месте ничего не будет. Фактически все места зимней ловли судака широко известны. Прессинг на водоеме большой, особенно в выходные дни. Но несмотря на это, судак хоть и привередлив к спиннинговым приманкам, но на стример он берет очень активно. Сегодня на водоем я приехал не один, со своим товарищем Евгением. Еще несколько лет назад Евгений плотно увлекался спиннингом и был успешным спортсменом спиннинговой ловли, но теперь он с огромным азартом покоряет новые горизонты рыболовного мастерства. С утра было много нереализованных поклевок, к обеду температура немного поднялась, и рыба активизировалась. На мягкую проводку, на подтяжки она плохо реагирует. Стоило только сменить на короткие и сильные подтяжки резкие и сразу судак начал брать. Вот тому пример хороший. Рыба взяла очень жадно на падении, с хорошей подтяжкой, ну и достойно сопротивлялась. Поведение судака в зимнее время не такое активное, как летом, поэтому постоянно приходится экспериментировать с вариациями стримеров и их расцветок. Также в зимнее время приходится постоянно менять стиль проводок и подбирать нужную скорость и длину стрипа. Как только уловистая комбинация из вышеперечисленных факторов складывается, судак сразу же начинает активно брать стример. Для ловли судака я использую два типа проводки. Первый тип проводки – это одиночный стрип, длинные выбирания шнура. И второй тип проводки – это двойной стрип. Во время первого стиля проводки, то есть одинарного стрипа, вы делаете просто потяжку длиной в районе 60-50 сантиметров. То есть муха взлетает на дном и медленно падает. Такая проводка хороша в водоемах с более комфортной глубиной для ловли судака. Это в районе 2-3 метров. То есть во время такого стрипа муха взлетает на достаточное расстояние от дна и у нее достаточная пауза для опускания и для провокации рыбы на хватку. На мелких водоемах я использую в основном это второй тип проводки – это двойной стрип. То есть вы делаете не один стрип, а делаете два поочередно. Буквально между ними короткая пауза доли секунды. Благодаря такой проводке первым стрипом вы убираете всю слабину шнура до самой мухи и муха делает очень вялое движение около дна. Во время второго стрипа шнур уже натянут, муха взлетает гораздо выше. Также во время этих проводок нужно регулировать скорость и агрессивность проводки. Потому что тем же самым двойным стрипом можно ловить, выбирая медленно. То есть когда рыба не такая активная, она лучше реагирует на такую проводку, на медленную. А также когда рыба агрессивная и вечером лучше делать более агрессивные, более быстрые подтяжки для того, чтобы муха активнее и резче взлетала на дном. Такая проводка лучше провоцирует жадного хищника. И во время такой проводки поклевка судака всегда очень агрессивна. Красота! Утренняя зорька. Судак кормится у поверхности. Ловля схожа с ловлей жереха. То есть стоишь, вычисляешь, где стоит рыба. Рыба показывается на поверхности кругами и буквально делаешь заброс в точку и ловишь рыбу. Судак берет на быстрых подтяжках, на быстром стрипе. Потому что буквально полчаса я пытался поймать его у дна, но рыба не реагирует на приманки движущиеся у дна, потому что сейчас судак кормится у поверхности воды. Буквально сейчас активность еще полчаса. Судак опустится на дно и будем ловить его со дна. Ну а пока ловим вот таких вот некрупных судаков. Они клюют. Возможно, здесь есть рыба покрупнее. Будем продолжать ловлю. Рыба взяла на мушку пиявка. У пиявки крючок расположен в хвостовой части. То есть рыба сидит за самый край губы. Оп, крючок выпал очень быстро. Все, отпускаем судачка. Ой, дорогой. Давай, уплывай. Ну. Какой он. Я использую тяжеленные мушки. В передней части стоят гантельки. Такая мушка движется, как джиг-приманка. Такая небольшая пиявочка. Мех кролика с флешем. Судака очень интересно ловить. Потому что сейчас декабрь. Я бы сказал, даже не просто декабрь. А сейчас сегодня 20 декабря. На улице плюс 5. Юг тем и интересен. То, что здесь даже в декабре иногда не бывает сильных заморозков. И водоемы открытые. И вот в декабре мы приехали ловить судака. Где-то сейчас в центральной полосе России стоит уже лед. И многие ловят судака на жерлице, из-подо льда, на всякие там балансиры и какие-то блесны. А здесь мы ловим его по открытой воде мухами. Юг тем и уникальным, что порой здесь постоянный плюс тепло. И зимой открыта вода. Повадки судака в это время отличаются от его типичных повадок в теплое время года. Соответственно, он не так активно кормится. Без активных таких выходов на поверхности воды. И время его активного поведения чуть-чуть смещается. Поэтому иногда он ловится только утром, вечером. Иногда в течение всего дня. Все зависит от температуры, от давления, от освещенности. Утренняя активность судака должна была прекратиться. Но сегодня он продолжает кормиться позже обычного. Я хорошо знаю рельеф дна этого водоема. И мы с Евгением быстро облавливаем все уловистые точки, на которые выходит судак. На всех известных мне местах держится судак. И к тому же стаями. Да, некрупный судак стоит по центру. Я знаю это место хорошо. Здесь где-то метров, наверное, 15 от берега есть возвышение. То есть практически к поверхности воды. И туда выходит судак, для того, чтобы покормиться, погонять малька. Вот такой небольшой судачок. Вот такой небольшой судачишка. Красивый. Растопырился, открыл жаберные крышки свои. Разлобился. Злой. Красавец. А клюет на мушке пиявки. У пиявок крючок расположен позади. То есть видно все поклевки в ножницы. При другом оснащении мух. Я утром ловил на мухе, которые имели крючки вынесенные в переднюю часть головы. Очень много было сходов. Поставил такие пиявки с крючком позади. И сразу же все рыбы садятся. Безнаказанно не уходят. Когда судак активен, он реагирует на любую муху, которая изготовлена в проверенных цветах. Будь это шорт разнозеленый, либо белый. Но бывают дни, когда судак очень пассивен. Он стоит на точках, выходит, щупает мушки. Рыболов понимает, что это рыба. Потому что поклевки судака иногда отчетливо различимы от прикосновения мухи одно. И поэтому для привередливых судаков я использую мухи, которые имеют оснащение крючка в своей хвостовой части. То есть крючок расположен позади самой мушки. То есть даже самый привередливый судак всегда решит пойти за этой мухой, попробовать, что это такое. Прикоснувшись к ней, он сразу оказывается на крючке. Я в основном использую два вида мух, которые имеют крючок в хвостовой части. Это пиявка, либо ворм червь. Пиявки изготовлены с вынесенным крючком на плетеной леске. Черви изготавливаются также на этой же основе, на плетеной леске, обиванием вокруг своей оси различных синелей. Основа изготовления пиявок это короткий носитель, в котором крепится плетеная леска, а соответственно на ней уже закреплен крючок. В крючку монтируется мех кролика, он жестко фиксируемый, для того чтобы крючок всегда находился близко с телом мушки. И соответственно все мушки для ловли судака имеют утяжеление, это либо латунные, либо свинцовые гантели. Пиявки я изготавливаю различных размеров. Размер прежде всего обусловлен местом ловли, размером рыбы и временем года. В различное время года судак по-разному реагирует на размер приманки. В некоторых случаях приманка должна быть очень большой, но в некоторых случаях она должна быть маленькой. Поэтому в арсенале я имею много размеров мушек, в принципе изготовлены в одном стиле, к примеру одного цвета, но их может быть у меня 4, либо 5 видов. В основном я использую для ловли пиявку, то есть эта мушка для ловли подходит в течение всего дня, соответственно в течение дня меняется только размер и цвет. Зимняя ловля судака – это настоящий драйв. Когда находишь место выхода судака и попадаешь на его активность, то от такой ловли эмоции просто захлестывают. Иногда с одной точки я ловил по 6 судаков, они брали муху на каждом забросе. Нахлость в некоторых случаях не заменит спиннинг для ловли хищных рыб в силу специфики водоема или других факторов. Но на муху рыба гораздо активнее реагирует и шанс на поимку всегда очень высокий. Для ловли в зимнее время на любом водоеме можно найти место, так как уровень воды в это время года низкий. Для съемки этой программы мы несколько раз приезжали на водоем и каждый раз активность судака была разная. Постоянно смещалось время выхода судака в берег и он часто менял свои предпочтения в выборе мух. Но несмотря на эти изменения, мы каждый раз ловили много судака и получали максимум удовольствия от зимнего нахлоста. Вот мелкий судак клюнул на мушку. Это уже пятый с одной точки. Они выходят на отмель посредине реки. Периодически видно, как разбегает самолет, то есть вот такие кормятся. Несмотря на то, что сегодня 25 декабря, должно быть холодно, но температура сегодня будет до плюс 8, прогреется и судак выползет на мелкие участки за мальком. Поэтому рыбалка должна быть очень хорошей. Утренние часы, рыба активная и судак клюет. А чем ближе к обеду, тем будет судак мельчать, крупный стак будет уходить на глубокие места. И придется применять различные техники, различные мухи пробовать и ловить их. Будем отпускать. Мелкий, но красивый. Тем более, это судак. Зимнее солнце поднимается все выше и активность судака снижается. Поклевки стали неуверенные, много сходов. Это типичная фаза затишья, и у нас есть время сделать перерыв и снова вернуться на точки к полуденному выходу судака. В середине дня судак берет стример не так агрессивно, как утром и вечером. И к тому же, приходится подолгу подбирать нужный цвет стримера. Ключ к поимке капризного судака – это верный подбор цвета мухи. Судак весь нервный. Сейчас полдень, и рыба вообще неактивная. Я ловлю сейчас на пиявке. Пиявки все оснащены крючками позади мухи. И вот он, судак, за самый край губы засекся. То есть сейчас рыба неактивная, они прижимают мушку за хвосты. Но такое оснащение мухи для ловли судака всегда приносит рыбу. Потому что рыба всегда цепляется за крючок, расположенный позади мушки. Потому что крючок будет стоять в голове, либо в центре мушки. Будут только лишь поклевки и все. А здесь вот он, нормальный судачок. Такой спортивный размер. Да, в полдень, а судак клюет. Шнуры для ловли я использую короткоголовые. То есть длина головы не превышает 9 метров. Этими шнурами легко выполнять забросы огруженных приманок. Даже с использованием различных тонущих подлесков, полилидеров. Благодаря короткоголовым шнурам заброс легко выполняется. И мушка достигает нужной точки. Также для определенных условий ловли я сам компоную шнуры. То есть я беру классический шнур, отрезаю от него ранинг. Делаю петлевое соединение. И сращиваю с монофильным ранингом для того, чтобы увеличить дальность заброса. Потому что в некоторых ситуациях нужно достать до рыбы. Но дойти до нее невозможно. Ловишь с берега, лодку не используешь. И поэтому нужно ухищряться и приспосабливаться самому к определенным условиям ловли. Поэтому иногда приходится пожертвовать каким-то шнуром. Либо для этих целей использовать какой-то старый шнур, на котором ранинг уже был поврежден. Его легко обрезаешь, делаешь коннект, петлю. И можно использовать любыми монофильными ранингами. Монофильный ранинг имеет низкое сопротивление. Хорошо выходит из воды и обеспечивает более дальний заброс. Поэтому в некоторых ситуациях монофильные ранинги выручают. В целом зимой на юге России можно поймать весь перечень обитающих здесь хищников. Благодаря мягкому климату рыба всегда активна. И после подсечки ведет себя как настоящий боец. В зимний период вода становится прозрачней. И судак начинает очень разборчиво относиться к выбору. Здесь не очень глубоко, поэтому для ловли я использую плавающие шнуры с нейтральной плавучестью под лесками и типетами, то есть поводками с флюрокарбона диаметром 0,35-0,38. Такой диаметр флюрокарбона обусловлен прежде всего тем, что здесь часто попадается щука и 0,38 флюрокарбон позволяет хотя бы ее приземлить, потому что более тонкие поводки щуку просто режут зубами. На головле судака даже достаточно 25 миллиметров диаметра поводка. Есть, дуплет. Нам с тобой, оп, сошел один, да. Да, небольшой судачок у меня взял. На подтяжке было несколько поклевок. Сначала он прижал муху, потом догнал, взял ее. А рыба не активная. Что я говорю, опять же, за самый край пасти. Так, сюда чишка, плыви. Существует много способов изготовления петель в конце шнура. Многие используют плетеные коннекторы, кто-то использует тканевые коннекторы, кто-то изготавливает петли самостоятельно. Я обычно изготавливаю петли самостоятельно. Для этого я не использую такую технику, как очистку шнура до самого корда, монтаж различными нитями, куча проклеиваний. Потому что это все сказывается на работе, на работе самого шнура. Потому что часто во время этих склеек петля меняет формы. И также, если использовать различные яркие нитки, порой при ловле форелей, осторожных форелей в чистых реках, этот элемент пугает рыбу. Поэтому я использую следующую технику для изготовления петли. Это обычный монтажный узел, который легко изготовить на водоеме с использованием обычного типета. Все очень быстро, легко, если вдруг повредился у вас шнур, либо коннектор, либо лопнула петля. Вы легко в течение двух минут можете сделать новую петлю и ловить ею очень долгое время. Для изготовления понадобится типет. Я использую типет диаметром 0,33 мм. И его толщины вполне достаточны для изготовления плотного и хорошо затянутого узла. Для изготовления узла нам потребуется два отрезка. Отрезаем один. И берем второй отрезок. Длина берется произвольно, но не больше 15 см. Этого будет больше, чем достаточно. Для чего два отрезка лески? Можно обойтись и одним отрезком лески, потому что из него будет изготавливаться основной узел. А второй отрезок лески будет выполнять роль протяжки. То есть, если у вас есть с собой толстая швейная игла, вы можете использовать ее для изготовления этого узла. Но если у вас нет никаких элементов, которыми можно изготовить этот узел, который вы в дальнейшем увидите, то можно использовать обычные лески. И с ними легко работать и гораздо проще, я считаю, использовать отрезок лески для протяжки и изготовления этого узла. Складывается шнур пополам. И таким образом образуется такая петля. К этой петле мы складываем пополам отрезок лески, один из двух. И прикладываем его к будущей нашей петле, которая уже задал форму именно на шнуре. Все. Теперь закрепляем отрезок лески. И делаем шесть оборотов вокруг шнура. Захватываем эту часть лески, которую мы обвивали вокруг самой петли. Тот отрезок, который у нас был закреплен первично, мы подтягиваем. Для того, чтобы крайняя часть узла стала в нормальное свое положение, берем узел пальцами, перехватываем его. И часть типита, ту, которую мы держали в руках во время вращения вокруг оси шнура, продеваем в петлю отрезка лески, который у нас несет функцию протяжки. Теперь берем края отрезка лески, которые используем мы для роли протяжки. И втягиваем отрезок лески внутрь узла. Таким образом у нас получился маленький и аккуратный монтажный узел. Этот узел часто используют для изготовления стопоров во время ловли поплавочными снастями, различными матчевыми удилищами. К многим рыболовам этот узел хорошо знаком. Вот получился такой аккуратный маленький узел. В принципе, 70% дела мы уже сделали. Осталось дело за малым. Затянуть хорошо эти отрезки лески, для того, чтобы узел плотно врезался в оболочку шнура и хорошо его удерживал. Для этого нам понадобятся пассатижи. Берем заднюю часть отрезка лески. Чуть-чуть подтягиваем. Теперь вторую часть отрезка лески также подтягиваем. Таким образом узел начинает формироваться и врезаться в оболочку самого шнура. Для того, чтобы узел очень плотно сел, его нужно формировать пассатижами. То есть аккуратно, плавно обжимаем его со всех сторон. Это позволит узлу равномерно на протяжении всех шести оборотов подтянуться и образовать единое целое для закрепления этой петли. Обжали по краям пассатижами. Теперь подтягиваем за один отрезок лески. И за второй. Финальная часть нужно одновременно тянуть за два отрезка лески в разные стороны. Все. Узел готов. Ненужные края лесочного монтажа убираем. Обрезаем их коротко. Они все равно никуда не денутся. Узел это сам не развяжется. И также обрезаем лишний отрезок шнура. Вот у нас получилась такая аккуратная маленькая петелька. Для большей надежности, конечно же, лучше этот узел проклеить. Для проклеивания можно использовать аквасил, либо обычный суперклей. Аквасил образует защитную каплю, то есть в резиновой основе. Суперклей проникает между слоями этого узла, склеивает его и не образует дополнительного увеличения и утолщения узла. Я в основном использую для проклейки обычный суперклей. Это гораздо быстрее и проще. И если петлю нужно изготовить быстро на водоеме, то, конечно же, лучше использовать суперклей, потому что он быстрее застывает. Аквасил сохнет гораздо дольше. Все, петля готова. Эту петлю я проверил на различных видах рыб. И могу сказать с уверенностью, что в этом месте шнур разрывается очень редко. Если, соответственно, вы неправильно изготовили петлю и использовали при этом очень тонкие лески, часто это случается. Но если все сделать правильно, петля очень надежная. Вечером судак выходит на мелководные участки в поисках мелкой рыбы. Поэтому рыболову нужно знать, где находятся хотя бы приблизительно эти мелководья, либо какой-то пологий берег, куда может выходить судак. Ну, прежде всего, когда тепло, рыба показывает себя, периодически разбегает самолек у поверхности воды. То есть можно найти это место, вычислить его и прийти на вечернее время и обловить это место, потому что сюда обязательно выйдет судак. В данном случае я знаю точку. Она расположена где-то на расстоянии 20 метров от берега. Я выполняю туда забросы. Это небольшая такая возвышенность. Отмель. Я так сказал, банка, а вот рыба сразу же, буквально только на забросе, туда попала муха первая потяжка и сел судак. Я просто, опять же, повторю, знаю это место. Очень хорошо знаю, знаю, что там возвышенность такой, можно сказать, шишка, на которую судак выходит за мальком, стоит там охотиться постоянно. А когда знаешь место и ту муху, на которую рыба будет сейчас реагировать, успех обеспечен. Да, все равно не крупный судак. Вечером рыбалка может быть очень активная. Да, небольшой судачок. Какой же ты прыткий судачище. А вечером они гораздо активнее. Вот такой судачок. Все, извлекаем мушку. Крючок сидит в ножницах, то есть, он ее взял муху. Жадно на развороте. Плыви, судачок. Оу. Да, надо прожать ловлю в вечер. Мое самое любимое время для ловли судака. Ловля, как правило, короткая. Но если есть время и есть возможность задержаться, то в вечерние часы лучше оставаться до 10-11 часов вечера и облавлять места. Потому что крупный судак, как правило, выходит именно уже в темноте. И если есть свободное время и желание, и силы задержаться на ловлю, то это, конечно, стоит сделать в поисках и в погоне за трофейным судаком. Редактор субтитров А.Семкин